Добрый день, меня зовут Андрей Лебедев и сегодня мы с вами поговорим про адресную систему хранения. На предыдущем вебинаре, он правда был достаточно давно, мы разобрали работу базовой схемы, разобрали основные операции, которые имеют место на адресном складе. Вот этот вот вебинар я, ну как и написано в анонсе, я хочу посвятить разбору более сложных, может быть не совсем явных возможностей, которые дает адресная система хранения. Что еще из 1С и 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 2С можно в этом плане выжить. Вот, значит, эти настройки они не столько сложные, сколько нудные, то есть там нужна определенная тщательность и я эти настройки сделал за кадром, вот, но сейчас я вам их буду показывать и мы посмотрим, как это все будет работать ну давайте начнем значит включу демонстрацию вот надеюсь видом все так значит мы с вами будем работать вот с этим вот адресным складом на все он конечно у меня немножечко своеобразно построен а вот у нас здесь есть несколько областей хранения я вот по тем примерам которые мы с вами будем разбирать я разбил области хранения а бвг вот и соответствующим образом настроил все остальные нюансы которые нам потребуются ну значит смотрите первый пример который мы с вами разберем это использование областей хранения и рабочих участков и формирование заданий комплектующие комплектовщиком насчет что я здесь хотел вам показать у нас для первого примера есть четыре области а один коробки один полета два коробки а два полета если мы посмотрим правила размещения то мы увидим что товар сквозная группа номенклатура товар 001 в коробках мы ставим то есть штуках мы ставим в область коробки значит если он находится на полетах он будет ставать в области один полета ну а два коробки а два полета это соответственно товар 002 здесь есть один момент который нуждается в пояснение значит почему эти складские группы так называются на самом деле да я действительно сделал товар 001 и сделал одноименную складскую группу товар 001 то есть получается что по правилам в области хранения может лежать только один товар вот подобная штука называется статическая система хранения на складе то есть ситуация когда выделяются определенные ячейки только под хранение одного товара но это может быть не очень типичная вещь но как вы видите системе ее тоже можно реализовать значит что мы сейчас с вами сделаем давайте посмотрим правила у нас как вы видите 36 коробок 36 штук стоит на полете и штука у нас весит 10 килограмм что мы сейчас с вами сделаем мы сейчас с вами оформим две закупки две закупки на этот склад давайте я создам копирование значит закупка на адресный склад товар 001 так значит я это уже создавал вот у меня есть давайте посмотрим приобретение 001 товар 001 37 штук у меня есть приобретение 002 товар 002 37 штук то есть в общем-то именно то что нам нужно что мы сделаем дальше давайте пойдем с вами в рабочее место приемщика вот у нас две этих накладных товар 001 и товар 002 давайте начать случае я проверю чтобы не было никакой интерференции что у нас здесь проходило нет это не то значит давайте мы оформим вот эти вот на эти два поступления приходный ордер товар суда и ордер значит обращаю ваше внимание на то что особенностью здесь является то что мы должны с вами обязательно указать во первых зону приемки вот она p1 на самом деле она только одна у меня ячейка зоны для зоны приемки мы должны указать что мы что мы принимаем по факту 37 штук но на самом деле у нас ситуация немножко другая мы примем одну палету давайте я разделю строки мы примем одну палету и одну коробку одну штуку вот такая вот у нас будет приемка статусов у нас нет я просто провожу не закрываю и теперь я создаю еще один ордер на поступление второе она в общем точно похоже обратите внимание я его оформляю в ту же самую зону приемки вот обычно при демонстрации такого не делают но на самом деле никакого запрета нет вы можете несколько накладных принять в одну зону давайте сделаем здесь то же самое делаем здесь то же самое разобьем строку так и здесь у нас палета все нормально проставилось провести и закрыть теперь давайте на секунду мы с вами вернемся к адресному складу к его настройкам и давайте посмотрим рабочие участки значит вот смотрите напоминаю вам область сохранения она как подбирается по специфике по габаритам и по свойствам товара свойства товара это складская группа номенклатуры габариты складская группа упаковок рабочие участки это классификация ячеек по способам работы с этими ячейками и нас будет интересовать два рабочих участка это ручная сборка и сборка погрузчиком значит давайте мы с вами посмотрим складки ячейки обратите внимание вот здесь у нас на первом ярусе ячейка 1112 они относятся к разным областям хранения но при этом рабочий участок у них один то же самое с палетами то есть получается так крест на крест примерно два разных две разных области хранения но один участок рабочий участок значит что мы с вами дальше делаем дальше мы возвращаемся в приемку и вот теперь мы принятые товар 0 1 и товар 0 2 принятые по разным накладным мы должны разместить на складе создаем задание на размещение задание создаем с разбиением по рабочим участкам и по всей номенклатуре нажимаем ok смотрите у нас получилось всего два задания в одно задание включены товар 0 1 и товар 0 2 но коробках а здесь две палеты соответственно это задание 2 вот вот как вы видите происходит своего рода такой перекрест то есть в одну зону приемки в одной зоне приемки могут находиться несколько накладных а потом при каких-то расстановках на складе группировать вот эти вот задачи на размещение можно уже без учета источника откуда этот товар поступил значит накладные здесь уже никакого значения не имеет и на знаю на самом деле вот эта вот ситуация когда сначала происходит приемка а дальше внутри склада формируется задание независимо от накладной от поставщика ну соответственно это работает и в обратную сторону когда вы сборку делаете будет то же самое можно будет в одно задание в одну зону от грузке собрать задачи от нескольких реализации вот такой вот разрыв между документом официальным и внутри складскими операциями это довольно частая история и довольно часто используемый прием оптимизации действий во внутрискладской логистике на адресном складе так ну давайте я это завершу чтобы она нам не мешала так давайте на секунду вернусь так вопрос какие-то у вас появились пока все нормально значит смотрите вы вопрос твоих я не будут появляться вы пишите в чат я их периодически буду смотреть по мере возможности отвечать ну естественно в конце нашего занятия нашего вебинара по ним пробегусь то что не ответил еще отвечу так пока у нас вопросов нету так давайте вернемся ко второму пример а нет что-то появилось значит давайте вернемся к второму примеру второй пример у нас связан стратегия отбора и стратегия размещения вернемся к адресному складу и здесь у нас будет использоваться область d значит здесь мы с вами должны посмотреть как работает вот эта вот логика прям приоритет размещения в монотоварной ячейке смешанной ячейке в свободной ячейке ячейке с другим товаром значит что у нас для этой задачи есть давайте посмотрим что у нас закупках я сделал у нас есть приобретение 3 здесь мы принимаем товар 3 товар 3 и у нас есть приобретение 4 здесь мы принимаем товар 4 значит что мы здесь делаем пойдем в приемку товара на склад и примем сначала вот эту вот накладную которая 0.03 создать ордер 37 здесь что ж такое значит 37 здесь у нас деление на поле это не особо нужно провести и закрыть так появился новый приходный ордер на товар давайте посмотрим вот он товар 0.03 все нормально провелось и размещаем ячейки но здесь ничего такого интересного не будет значит просто создадим 1 1 задание в одну ячейку положим 36 штук другой одну штуку выполнено без ошибок теперь те же самые действия далее накладной 0.04 как здесь это будет выглядеть ну по сути дела точно так же только товар другой принимаем товар 0.04 количество 37 провести и закрыть так а штука провести закрыть так что такое размещение в ячейке создать задание на размещение вот прежде чем задание на размещение мы создадим давайте снова вернемся к настройке склада и посмотрим стратегия которая задана значит какая сейчас у нас ситуация система будет в первую очередь размещать товар новый в свободной ячете там где ничего нет следующая она будет следующая по приоритету она будет размещать в ячейке с тем же самым товаром вот если есть у нас где-то товар 0.04 вот она туда постарается запихнуть значит дальше в миксованные ячейки то есть там где уже есть какой-то товар какие-то товары есть такое жаргонное слово винегрет вот такая винегретная ячейка у нее что-то будет положено ну и последнее по приоритету это вичейки с другим товаром то есть по идее ячейки монотоварные ну вот насчет если другого не нашли варианта давайте мы значит еще одну ячейку замиксую вот такой подход такая стратегия размещения она нужна для чего она нужна для того чтобы в максимальной степени соблюдалась на складе монотоварность и как вы видите здесь приоритеты расставлен именно так чтобы это самая монотоварность соблюдалась значит давайте мы с вами попробуем сформировать задание и посмотрим что нам система предлагает у нас были задействованы ячейки b11 и b12 ну и теперь нам предлагается вот это что-то разместить в ячейки свободно и b13 и b14 давайте теперь я вот это вот удалю изменю приоритеты и изменю приоритеты так чтобы программа максимизировала свободное место на складе в этом случае таким образом она должна действовать она должна в первую очередь забивать смешанные ячейки во вторую ну давайте так для максимизации в первую очередь в монотоварные дальше в ячейки смешанные 3 в ячейке с другим товаром и в последнюю очередь занимать свободную ячейку как программа поведет себя в этом случае давайте посмотрим создаем задание на размещение что мы видим программа 35 штук положила в ячейку с другим товаром с товаром 003 таким образом ячейка полностью заполнилась ну а дальше у нее особого выбора нету она еще положила товар на две штуки положил свободную ячейку вот значит я не стал формировать пример вот по отбору но здесь работает все все так же значит мы можем например создать стратегию направленную на то чтобы снижать 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 миксованность то есть в этом случае нас вот так вот будут выглядеть приоритеты в первую очередь мы расчищаем ячейки смешанные с винегретом 2 выбираем подостаток и последнюю очередь из монотоварных если мы хотим максимизировать место на складе видимо надо вот так вот поставить 1 2 3 в первую очередь будет все выбираться подостаток и высвобождаться ячейка обращает тоже ваше внимание на то что мы можем в принципе отключить все эти правила и всегда соблюдать на товарность а вот и мы можем здесь дополнительно объяснить что именно мы считаем монотоварных то есть можно ли например в одной ячейке держать номенклатуру с другой характеристикой или с другой серией вот вот такая вот монотоварность по серийности это тоже зачастую достаточно востребованная вещь так и это второй наш пример давайте это я тоже уберу значит следующий момент следующий момент значит область клонения в это порядок обхода давайте посмотрим здесь у нас настроек особых нету но вот порядок обхода у нас определяется не для области в целом а для отдельных складских ячеек давайте посмотрим что здесь настроена значит а сейчас у нас обратите внимание уровень доступности вот здесь вот в первых четырех ячейках поставлен два давайте я поставлю один уровень доступности он может установлен может быть установлен пакетом при генерации топологии склада там есть такая настройка а вот порядок обхода порядок обхода он всегда задается индивидуально для ячейки сейчас у нас здесь порядок обхода не задан то есть он нулевой везде 0 стоит в номерах порядка обхода давайте мы с вами примем следующий товар значит для этого у нас запланировано поступление 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 товара 5 6 7 значит обращаю ваше внимание что он здесь как раз я отошел от вот этого вот понятия статического размещения у меня общая складская группа на товар 005 товар 008 так давайте вот эту пятую накладную мы примем приемка товара вот она это 5 накладная так я что-то там не смотрел так значит не увидел сразу значит что такое монотовар монотовар определяется номенклатурой не видом номенклатуры то есть это либо монотоваром в зависимости от настроек может считаться конкретное наименование на либо наименование характеристика вместе, либо наименование характеристика серии. То есть вот это вот то, что входит в понятие монотоварность. Так, значит, примем вот это пятое приобретение. Создатель. Так, заполнили, провести, закрыть. И давайте посмотрим, как у нас будет выглядеть размещение в ячейках. Создаем задание на размещение. И посмотрим, какое решение примет программа. Решение вполне очевидное. У нас размещение идет сначала в первую ячейку, в вторую, в третью. Что мы здесь можем сделать? У нас какие-то ячейки могут быть отнесены к ячейкам со сниженной доступностью. Предполагается, что в эти ячейки что-либо ставится только в том случае, если во всем остальном складе ячейок с уровнем доступности 1 уже нет. Ну, как это выглядит в жизни? Например, отборка товара на складе в первую очередь осуществляется с нижних ярусов стеллажей. Если на нижних ярусах ничего нету, ну, либо подпитка, либо можно что-то взять со второго яруса. Мы здесь поступим каким образом. Давайте я это удалю. И из меню настройки. Уровень доступности здесь будет 2. Не совсем логично, конечно, на первых ячейках это делать, но для демонстрации это вполне уместно. Итак, я сделал здесь уровень доступности 2. Сформируем задание на размещение. 4, 5, 6. То есть первые три ячейки, хотя они пустые, программа проигнорировала и пошла по следующим. Причем, имейте в виду, что вот это положение 1, 2, 3, оно неусловно. То есть предполагается, что именно по такому маршруту кладовщика будет идти. Сначала в четвертую ячейку, потом в пятую, потом в шестую. Но мы можем это поменять в том случае, если мы изменим порядок обхода. Сейчас это делать особого смысла нет. Поэтому для того, чтобы показать, как это будет происходить, давайте мы закончим процесс расстановки. Так, и теперь мы с вами давайте сделаем реализацию. Я сейчас посмотрю, может я ее тоже уже делал. Так, что-то делал. Давайте сейчас посмотрю. Так, нет, это я статистику нарабатывал. Давайте сделаем. Создаем новую реализацию. Реализация клиента 001. с адресного склада. И давайте добавляем пятый, шестой и седьмой товар. Ну, в каком-нибудь небольшом количестве. И по какой-нибудь условной цене. Она не важна. Так, ставим реализовано. Про виски и закрыть. И опять идем в склад и доставка, отгрузка. Так, и у нас, давайте посмотрим, что здесь есть. Во-первых, вот это. Так, ну, здесь пока не будем ничего. Вот это вот, видимо, наша, да, восьмая. Да, вот это вот. Давайте сейчас мы создадим ордер. Ордер переведен в статус к отбору. Отбор зайчейка. Создать задание на отбор. Начало отобрали товар 5, товар 6, товар 7 из ячеек 4, 5, 6. То я сейчас сделаю. Я вернусь к адресному складу. И укажу, что порядок обхода у нас в следующем. Порядок обхода 1, 2, 3. То есть, по сути дела, я выстроил вот такой вот маршрут. Напоминаю, пустая ячейка – это нули. Удаляем. И снова формируем задание на отбор. Как я написал, так задание и сформировано. То есть, в соответствии с нумерацией, которую я задал, установлен маршрут, установлен порядок обхода ячейки. Как правильно создать адресный склад, если сидеть где-то один склад? А в бухучете это разные склады. Склад сырья, склад готовой продукции, склад неликвидов. Кладовщик распределяет товар по ячейкам, где есть свободное место. Ему нет разницы, что у него сырье, готовая продукция или прочая ведомость по товарам. Знаете, что я вам скажу? Значит, здесь вы… Обратная ситуация, она, конечно, возможна. А вот так я бы на самом деле сделал вот что. Я бы сделал какой-то один склад общий, который использовал бы как зону приемки, зону отгрузки. А потом вот с этого общего склада я бы для хранения перемещал на вот эти вот отдельные склады сырья, склады ГП. А, стоп, наоборот. Погодите, у вас общий склад. В бухучете это разные склады. Нет, тогда, тогда боюсь, не подскажу, там, с полпинка надо подумать, как это реализовать. Чтобы на физическом уровне это все объединялось в один склад. Не знаю, не готов ответить. Задание на отбор. Сейчас посмотрим. Так и есть. Как я сказал. Так, хорошо. Значит, идем дальше. Идем дальше. Значит, дальше у нас что? Дальше у нас следующая задача. Она называется подпитка. Значит, вот здесь будет немножечко сложнее. Дело в том, ну, во-первых, давайте, кто не в теме, я поясню. Значит, в адресном складе достаточно часто бывает такая ситуация, когда для ускорения процесса формируют, процессы сборки, формируют так называемую зону отборки, в которой товара обычно лежит немного. Вот, все рядышком, значит, комплектовщик товар отобрать может быть достаточно быстро. Но, как правило, каждый день вот это вот количество товаров в зоне отборки надо будет пополнить. Вот этот вот процесс, он называется подпиткой. В принципе, здесь это реализовано. В рамках первого вебинара я это показывал. Значит, вот здесь, когда мы что-то создаем, значит, видите, здесь есть задание на переупаковку. То есть, что здесь имеется в виду? В соответствии с иерархией упаковок система предложит, ну, в нашем случае, взять палету и раскидать ее на отдельные упаковочки. То есть, грубо говоря, из одной палеты у нас появится 306 штук, которые будут доступны для отбора. Ну, естественно, нежелательно это делать в тот момент, когда идет активная сборка товара. Лучше это сделать заранее. И в системе предусмотрена возможность вот это вот просчитать. Значит, как это работает? Пойдем в адресный склад. Ордерная схема и структура. И вот здесь есть такая диперссылка настройка адресных складов. Здесь вы задаете определенные регламентные задания, правила работы с определенными регламентными заданиями. Ну, это может быть автоматическое создание заданий на отбор, автоматическое создание заданий для инвентаризации, на пересчет. Значит, автоматическое создание заданий на перемещение, то есть, вот на ту самую переупаковку. Ну, и самое интересное. Прогнозирование расходов упаковок. Давайте я поставлю не 7, а 10 дней. То есть, здесь мы указываем, значит, насколько глубокий будет анализ. У меня смотрится последние 10 дней. Вероятность отгрузки более 50%. Ну, и покрытие потребностей. Здесь уже надо проводить XYZ классификацию. Это я сейчас делать не буду. Если мы с вами пойдем в НСА, администрирование, обслуживание, регламентная операция, то здесь у нас есть вот такая вот штука, регламентное фоновое задание. Продолжение следует... Вот у нас есть прогноз расхода упаковок. Давайте я, значит, выполню это регламентное задание. Что он мне должен просчитать? На самом деле, на самом деле, меня интересовать будет здесь товар, по которому я создавал... Так, продажи. Я создавал историю. Вот видите, 22, 23, 24, 25, 26. Я делал реализации. У меня каждая реализация 14 штук. Товар 0,09. Вот эту статистику он должен сейчас посмотреть и выдать мне какую-то рекомендацию. Сейчас мы проверим, что он там насчитал. Это можно сделать из карточки номенклатуры. Так, сейчас... Это он это давал. Движение по сериям, остатки. Вот прогноз расхода упаковок. Вот, значит, прогноз расхода 14 штук. Вот, вероятность отгрузки в течение дня 42%. Ну, маловато, но это мы поправим вот здесь. Давайте я здесь поставлю 40. Вот, и теперь что мы можем сделать? Мы можем в складе и доставке, в журнале отбора и размещения товаров создать автоматическое задание на перемещение. Подпитка зон быстрого отбора. И вот мне предложили ранее размещенную палету разбить, взять из ячейки G2.1, переместить в ячейку G1.1 и разбить на 36 штук. Вот это вот автоматическая подпитка, которая работает по статистике. Так, статистику видно, ну, там не статистика, там регистр, точнее говоря, прогноз расхода упаковок, он виден из карточки номенклатуры. Ну, и последнее, надеюсь, мы успеем. Значит, у нас есть еще здесь. Так, область. У нас здесь есть ячейки G2. Значит, сейчас мы сделаем с вами следующее. Мы их отнесем к зону хранения D. Напомню вам, как все это настраивается. Я специально одну оставил на закуску. Клад, адресный склад. Область хранения. Создать область D. Ярусов, по-моему, 5. Обновлять и позиции 8. Так, обновлять. Типоразмер. Палета. Нет, вот это. Рабочую часть, так, области BD. Наполнение по весу, по объему. Уровень доступности. Все. Обновляю структуру. Структура обновилась. И вот в эту структуру я помещу товар. Я его назову товар 10. Который будет измеряться в килограммах. В килограммах. Здесь я допущу маленькую ошибку. Но к ней мы вернемся позже. Вот этот вот товар в килограммах. Давайте я складскую группу для него задам. Складская группа у него будет товар 10. При размещении будет учитываться вес и объем. И вот этот вот товар 10. И вот этот вот товар 10. будет она у меня размещаться в области D. Размещение, вот это я и хотел указать. Размещение осуществляется не в упаковках, а без упаковок. То есть массовый товар у нас будет. Так. Это сделали, это сделали. Что нам еще нужно? Нам теперь нужно этот товар принять на склад. Для этого мы делаем поступление этого товара. Ну, я просто скопирую последнее. Товар 10. 400 килограмм. По какой-то цене. на адресный склад. Все правильно. Провести и закрыть. Идем в рабочее место приемщика. Товар 10. Все правильно. Создаем ордер. Заполнили. Провести и закрыть. Идем в размещение. И вот обратите внимание, я сказал, что я сделал ошибку. И вот здесь, видите, вот эту вот подсветку. Мне как раз и напоминают об этой ошибке. В чем она состоит? Дело в том, что я указал, что при размещении используется вес и объем. Поэтому вес и объем в карточке номенклатуры должны быть заданы. Ну, 1 килограмм давайте будет занимать вот так вот. 0,1. Ну, вот так вот. 0,010 кубического метра. Ошибки больше нету. Создаем задание на размещение. Ну, вот, соответственно, у нас по трем ячейкам с ограничением по объему распределился массовый товар. Так, значит, ну чего. В принципе, во время мы уложились. Какие вопросы у вас остались? Так, давайте посмотрю. Это да. Это да. Посредством настройки помещений. Там наоборот, понимаете, один общий приход. А тут у вас обратная ситуация. У вас будет приход на несколько складов, а дальше все надо как-то объединить. Для чего нужна складская группа? Складская группа номенклатуры нужна для того, чтобы мы могли задать правила распределения. По идее, складская группа – это способ разделения товара по условиям хранения. Ну, например, у нас приходит товар, мы что-то должны, ну, скажем, на пищевом складе в зону заморозки, что-то там в зону хранения овощей, что-то в зону охлажденной продукции. Вот, собственно говоря, с помощью складской группы номенклатуры это и делится. Спасибо за внимание. Продолжение следует...